МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое погибших, пропавшие без вести, огромный ущерб инфраструктуре. В Испании наводнение из-за ливни на юге страны затопило популярность среди туристов Кадис. Именно там волной смыло местного работника энергосетей, который ремонтировал линии электропередач. Там же погибла 26-летняя девушка. Под воду ушли жилые дома, школы. Работает лишь часть больниц. Сотни местных жителей спасаются от большой воды на крышах домов. Оттуда их снимают спасатели. На побережье Коста-дель-Соль практически не осталось непострадавших городов. Но, как пишет Эль-Паис, больше всего досталось Малаге. Там затопило дома, гаражи, отели. Социальная среда парализована. Помогать пострадавшим нет возможности. Больницы работают в наспех оборудованных помещениях на вершинах, куда еще не добралась вода. Волны укрыли и набережную города. Власти еще не выступали с официальными заявлениями, но уже сейчас очевидно, что речь идет о миллиардах евро убытков. Сотни спасателей ежечасно выезжают и вылетают на вызовы. Противники конституционной реформы в Италии празднуют победу на референдуме. Лагерь «Нет» лидирует с результатом 60% голосов. Сторонники «Да» набрали 40%. Явка составила почти 70%. Инициатор голосования, премьер-министр Матео Ренци, признал поражение. Лагерь «Нет» одержал убедительную победу. Я поздравляю его лидеров. Надеюсь, они будут хорошо работать в интересах Италии и итальянцев. Ренци заявил о готовности уйти со своего поста. Завтра я созову заседание кабинета и поблагодарю коллег за это необыкновенное приключение. Мы были единой, сильной и компактной командой. Затем я отправлюсь в Кверинальский дворец и вручу прошение об отставке президенту Серджио Маттерелло. Ренци предлагал сократить состав и полномочия Сената Верхней Палаты Парламента и усилить роль правительства. Он считал, что новый, по сути, однопалатный парламент будет эффективнее обсуждать и принимать законы. Профсоюзный активист Пьер Паоло Леонарди за немедленные всеобщие выборы. Его отставка ожидаема и необходима. Теперь начнется обычная пляска правительств-технократов и попытки изменить законы о выборах. Нам нужно сразу провести голосование, желательно по пропорциональной системе. По мнению римлянки Даниэлы Менкарелли, итальянцы проголосовали не просто против идей Ренци. По-моему, итальянский народ хотел сказать твердое «нет» не только конституционной реформе, но и политике правительства и Европейскому Союзу. «Лагерь «нет»» возглавляла правая популистская партия «Пять звезд». Один из ее лидеров, бывший актер-комик Беппе Грилло, проголосовал в Гене поздно вечером воскресенья. «Пять звезд» считала, что реформа повергнет Италию в хаос. После объявления результатов референдума курс европейской валюты упал до минимума с марта 2015 года до отметки 1,05 доллара за евро. Последствия вероятного успеха нынешней оппозиции на будущих выборах аналитики сравнивают с Брекзитом и победой Дональда Трампа. В Узбекистане прошли выборы президента. Официальные результаты будут объявлены через несколько часов, так как подсчет голосов ведется вручную. Однако мало кто сомневается в том, что победителем выборов станет премьер-министр Шавкат Мерзиёев, который исполняет обязанности президента Узбекистана после смерти Ислама Каримова. Помимо Мерзиёева в выборах участвовали еще три кандидата. Социолог и экономист Сарвар Атамуратов представлял демократическую партию Мелли, Текланиш, Наримон Умаров – социал-демократическую партию, а Хатамжон, Кетмонов – народно-демократическую. По данным местного Центра избиркома, явка избирателей составила 87,83%. Всего же в выборах приняли участие около 18 миллионов граждан Узбекистана. Государственное телевидение впервые транслировало процесс выборов в прямом эфире. Также впервые в этом году Узбекистан отказался от так называемого семейного голосования, при котором один человек голосовал за нескольких по паспортам членов семьи. Сам процесс выборов заинтересовал всех граждан. Уже к 7 утрам воскресенья на избирательных участках была очередь из желающих проголосовать. В Ташкенте автобусы и метрополитен работали бесплатно, чтобы доставить голосующих на участки. Аналогичные обещания дали власти в других регионах страны, но в Андижане и Самарканде они не были выполнены. На каждом участке избиратели ждали плов и чай, а для 18-летних, которых голосовали впервые, были заготовлены подарки. Конституция страны, книга по истории, а также сборник стихов Бабура, основатель империи великих монголов, который был известным поэтом. В Германии арестовали 17-летнего мигранта из Афганистана. Его подозревают в изнасиловании и убийстве дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. Об этом сообщает Daily Telegraph. В октябре дочь еврочиновника Клеменса Ладенбургера, Марию, нашли мертвого в Фрайбурге. Ее изнасиловали и убили вскоре после того, как она ушла с университетской вечеринки. Тело утопили в реке, говорится в статье. Девушка училась в университете на медика, в свободное время работала волонтером в лагере для беженцев. По информации Daily Telegraph, на месте полиция нашла прядь темных волос, окрашенных в светлый цвет. Анализ ДНК и проверка по базе данных результатов не принесли. Через некоторое время следователи, исследуя записи с камеры наблюдения, в одном из трамваев заметили мигранта с необычной прической. Его волосы были частично окрашены. Вскоре его задержали. Сейчас полиция выясняет, знала ли Мария Ладенбургер своего убийцу и было ли нападение спланировано заранее. Судно с 17-летним подозреваемым пройдет в начале следующего года. Диспетчер компании Deutsche Bahn получил 3,5 года лишения свободы за непредумышленное убийство. Суд Траунштайна вынес такой приговор диспетчеру, непрофессиональные действия которого привели к столкновению двух поездов возле Бад Айвлинга, в результате которого погибли 12 человек и 89 были травмированы. Трагедия произошла 9 февраля текущего года. Два региональных поезда столкнулись лоб в лоб неподалеку от курортного городка Бад Айвлинг в Баварии. В результате погибли 12 человек, в том числе два машиниста. 89 человек были ранены. Спасательную операцию проводили 700 человек. Эту аварию назвали одной из самых серьезных за последние годы. В апреле в прокуратуре Траунштайн сообщили, что причиной лобового столкновения поездов была ошибка диспетчера. Перед катастрофой он долгое время играл в игры на смартфоне и вначале дал машинистам неверные команды. Затем, когда поезда уже взяли курс друг навстречу другу, он нажал не на те кнопки, и ни один из машинистов не получил его сигналов. Прокуратура предъявила диспетчеру обвинение в непредумышленном убийстве, непредумышленном нанесении увечий, опасном вмешательстве в работу железной дороги и грубом нарушении должностных обязанностей. Прокуроры требовали посадить обвиняемого в тюрьму на 4 года. Сам 40-летний диспетчер во время судебного заседания извинился и признал, что дал машинистам специальный сигнал, которого не имел права давать, а также играл в игры на своем смартфоне в рабочее время, несмотря на строжайший запрет. Адвокаты обвиняемого просили у суда условного наказания или же лишения свободы сроком до 2,5 лет. Максимальное наказание за непредумышленное убийство составляет 5 лет. Большинство россиян сожалеет о распаде СССР, но только каждый восьмой хотел бы его восстановить в прежнем виде. Об этом свидетельствует опрос компании «Левада Центр». По данным социсследования, 56% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. 51% считают, что распада можно было избежать. 12% хотели бы восстановить Союз в прежнем виде. По данным социологов, 28% респондентов не жалеют о распаде СССР, а 16% не смогли сформулировать свое отношение к этому факту. И лишь пятая часть опрошенных согласны с существованием СНГ, а 13% выступают за независимое существование всех бывших советских республик. При этом четверть опрошенных россиян считают, что оптимальная форма отношений между республиками бывшего Союза это объединение нескольких республик по желанию в более тесные союзы. Каждый пятый высказался за более тесное объединение всех республик бывшего Советского Союза по типу Евросоюза. Опрос проводился накануне 25-летия подписания соглашения в Беловежской пуще о прекращении существования СССР и создания СНГ. Договор подписали 8 декабря 1991 года. В Беловежской пуще президент Российской Федерации Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. 25 декабря ушел в отставку президент СССР Горбачев. 26 декабря о распуске Союза объявила Верхняя Палата Верховного Совета СССР. Субтитры создавал DimaTorzok